ТРАССА 101 Приветствую, в эфире ТРАССА 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Власти напоминают, до 30 ноября все грузовики в стране должны быть оборудованы тахографами. Кому сейчас следует суетиться, так это владельцам машин, физическим лицам, грузоподъемностью от 3,5 до 12 тонн с неопределенным экологическим классом. Такие транспортные средства последние в очереди на установку тахографов. Штраф за отсутствие устройства для обычных граждан составляет от 3 до 5 тысяч рублей. ТРАССА 101 Автоваз по-тихому начал отзывать Lada Vesta и Lada X-Ray из-за вероятности перетирания топливного шланга в моторном отсеке. Об этом сообщает издание «За рулем» со ссылкой на пресс-службу предприятия. Однако официального сообщения от Росстандарта с перечнем ВИН-кодов нет. Проблемными, предположительно, являются машины, выпущенные с начала 2018 года по середину 2020. Во всяком случае, они находятся на гарантии. ТРАССА 101 Очередной опрос россиян показал, что большинство из них при выборе нового автомобиля ориентируются на уровень потребления топлива. Чем он меньше, тем лучше. Данный вариант ответа выбрали 44% респондентов. Второй по популярности ответ – безопасность. Далее идут внешний вид, размеры машины и марка. Мужчины при этом чаще интересуют тип горючего, бензин или солярка, а женщин – габариты авто. ТРАССА 101 Дилеры «Шкода» начали принимать заказы на «Октаве» четвертого поколения со 150-сильным бензиновым турбомотором объемом 1,4 литра, трансмиссия шестиступенчатая механика, либо восьмиступенчатый автомат. Цены на машину стартуют с отметки 1 миллион 409 тысяч рублей. За топовую версию придется выложить почти миллион восемьсот. В начальной комплектации, кроме прочего, присутствуют 16-дюймовые диски, светодиодные ходовые огни, кондиционер, система без ключевого доступа. ТРАССА 101 Эра электромобилей вот-вот наступит, постоянно слышим мы. Швейцарские исследователи назвали точную дату – 2024 год. Именно тогда, по их мнению, стоимость электрокаров сравняется со стоимостью авто с двигателем внутреннего сгорания. Основная проблема, говорят эксперты, заключается в дороговизне аккумуляторных батарей для зеленых автомобилей. Сейчас они стоят примерно четверть от всей суммы. Но через несколько лет, уверены швейцарцы, батарейки резко подешевеют. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. ТРАССА 101